Приветствую вас! Мне сразу хочется сказать, что я поддержу коллегу свою в том, что она вам уже написала. И, значит, считаю, что она права в том, что, значит, ну вот свои мысли не буду повторять. Мне бы хотелось, значит, несколько, может быть, развить какие-то её идеи. Может быть, несколько по-другому посмотреть на вашу ситуацию более, так сказать, глубже и более подробно. Значит, ключевой момент. Ваша девушка вам изменила не просто так и не по глупости. Потому что, простите, ну ей действительно там не 15 лет, да, чтобы изменять, вот как она говорит, прям по глупости. Вот это смешно. Вот. Ваша девушка изменила, потому что ей это для чего-то было нужно. Здесь я со своей коллегой полностью согласен. Вам нужно понять, для чего девушке было нужно вам изменять. То есть, вот эта вся история относительно того, что я изменила по глупости, там, прости и так далее, и так далее. Эта история не работает никак. Эта история не правильная. То есть, девушка изменила этот факт. И факт остаётся фактом. И на этот факт нельзя перестать обращать внимание. Поэтому это нужно довести до своего логического конца. То есть, собственно говоря, завершить, как говорят в гестальт, психологию завершить гестальт. То есть, получить полное представление о том, что произошло. Вот. Может быть, вернуть девушку вот в то время, когда она изменяла вам, чтобы понять. Ну, вот, ты была обещана, ты изменяла, изменяла, точнее, что ты хотела, что ты решила. Как бы, зачем, для чего ты так, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это важный момент, на самом деле. Если мы говорим именно о завершении, значит, гестальта. Вот. То есть, ну, вы думаете ещё и потому, что подсознательно чувствуете, что вряд ли такое может быть, что девушка вам изменила по глупости. Вот. Здесь, ещё раз повторю, нужно всё как-то обсудить просто, чтобы вам, хотя бы вам понять её чувства, чтобы вы не гадали, да, именно вы не гадали, чтобы. Хотя этого, безусловно, мало, потому что речь не только о ней, но речь ещё и о вас и о том, что для вас, во-первых, девственность девушки по какой-то причине важна. То есть, есть какие-то установки, что женщина, женщина, которая занимается сексом, она грязная и так далее. То есть, у вас есть установка, что секс, это что-то грязное. И это, пожалуй, ключевой аспект, на который вам стоит заострить, на который вам стоит заострить своё внимание. Что секс, это не что-то грязное. Секс, это абсолютно нормально, это такая же элементарная потребность в человеках, как еда, как питьё, как сон и так далее. Тепло, например, если нам холодно и холод, если нам жарко. То есть, секс, это не что-то особенное и секс, это не что-то грязное. Но у вас есть это представление о том, что секс, что-то грязное. И, соответственно, здесь есть вот элемент такого, знаете, ну, элемент, я бы сказал, знаете, чего-то может быть детского, элемент какого-то, какой-то вот недозрелости, элемент незрелости именно вот вашей, да. И мне представляется так, что на это и нужно, в первую очередь, обратить ваше внимание. То есть, с одной стороны, идеал, который вы, которым вы наделили девушку, то есть, это не идеал, вы её явно идеализируете, свою девушку. Причём, совершенно, идеализируете её совершенно необоснованно, потому что идеальных людей нет. И если вы её идеализируете, значит, получается по факту, что вам это для чего-то нужно, вам для чего-то нужно её идеализировать. И это уже вопрос к вам, какие у вас мотивы её идеализировать, какие у вас желания её идеализировать. Может быть, у вас вот это вот тоже желание, что секс это что-то грязное, и я хочу от этого избавиться, да. Не хочу, чтобы мой секс был грязным. Вот. То есть, пишите, вы пишите, нашёл любовь свою, свой идеал. Ну, это, нашли любовь, это верю. С другой стороны, нужно определить, такая любовь, это вообще, что? Что? Что такое любовь, по-вашему? Как вообще любовь, по-вашему, проявляется? Вот. Потому что вот у вас любовь, это какое-то возвеличивание, судя по тому, что вы говорите. Вот человеку повезло, да, что она соответствует, соответствует, ну, тем представлениям, которые у вас есть. И вы её любите. А если бы она не соответствовала, то всё, получается. То есть, это очень странная позиция. Я бы даже сказал, не странная, а, опять-таки, позиция идеализации. То есть, вы чересчур идеализируете её. Вот. Дальше. Вы пишите, жили вместе, расстались на два месяца. В это время она мне изменила один раз по глупости и доверчивости. Понимаете, если вы расстались на два месяца, никакой измены не было. Об этом вам сказала моя коллега, и я её здесь поддержу. Вы расстались, если вы не были вместе, она могла изменить. Это правда. Она нуждалась в любви, может быть, нуждалась в заботе, ласке и так далее. Сейчас мы вместе, у меня обида. Обида – это ожидание. Ожидание – это определённые желания и потребности. Поскольку эти желания и потребности ваши, то обида к девочке не имеет никакого значения. Это то, чего хотели вы, это то, что нужно вам, это то, на что рассчитывали вы. И, соответственно, девушка совсем не обязана ваши желания, как бы, реализовывать. То есть, да, вы либо принимаете её, либо нет. Это вот, на самом деле, такой ключевой момент в данной истории. Вот. То есть, обида, ещё раз повторю, это ожидание. Ожидание – это, в свою очередь, желание. И желание – это ваше желание. Это то, чего вы хотите. И нужно, чётко, свои желания представлять, чего вы хотите и почему. И, вообще, какое отношение к этому имеет девочка. Ну, ваша девочка, например. Так? Дальше идём. Как простить? Понять. Понять себя и понять её. Понять и принять. Она была девственницей, и я её первый мужчина, и я этому был несказанно рад. Почему? В какой статье? Почему вы придаете такое большое значение тому, что она была девственницей? Вот. Либо вы не уверены в себе, и вам была нужна девственница, чтобы вы не могли сравнивать себя ни с кем. Потому что иначе вы бы сравнивали себя с другими мужчинами. А это, ещё раз повторю, именно в себе неуверенность. Вот. Либо вы воспринимаете, ещё раз повторю, секс, как что-то и что-то грязное. И считается, что у женщин должен быть один мужчина за всю жизнь. Иначе она грязная, всё, падшая там и так далее. Вот. На самом деле, на самом деле, ничего плохого в том, чтобы у женщины был один мужчина за всю жизнь. Нет. Как и у мужчины одна женщина. Но! В жизни бывают разные ситуации. И эти ситуации не характеризуют секс, как грязный, или человека как падшего. И эти простые моменты, видимо, для вас чувствуют. Опять же, почему? В первом случае вас подпитывает неуверенность в себе. А во втором случае вы, ну, как бы, просто транслируете на девушку, на свою жизнь, те установки, которые дали вам, вероятно, ваши родители. Опять же. Вот. Ваша семья. Вот. И вот, собственно, с этого и нужно начинать. То есть, вы радовались не тому, какой человек с вами был, а радовались вы тому, что она детственница. Какой стать, почему? Вот. Смотрите. Что за этим стоит? Это вот и есть ключевой момент, на который вам стоит обратить внимание. Вот. Если неуверенность в себе, то с неуверенностью в себе нужно работать. Повышаться на оценку, отказываться от сравнительного мышления по отношению к другим людям, ну и так далее. Если это установка насчёт секса, то об этом я тоже говорил, это возрастная регрессия и поиск тех эпизодов, когда вы приняли решение считать секс чем-то грязным. Да, жили вместе, она училась, я работал, потом начались финансовые трудности, мы не ругались, она говорила, что всё пройдём, мы всё выдержим, я ей верил. Ну вот, то, что вы ей пишите, ей верили, это намекает, делает такой небольшой намёк, на то, что вы опять же эмоционально зависимым можете быть от человека. То есть вы чересчур от него зависимы, то есть вы чересчур много вкладываете в человека, размываете границы между собой и им, вместо того, чтобы верить в себя, вместо того, чтобы анализировать причины тех трудностей, которые у вас есть, вы предпочитаете верить в, ну верить тому, что говорит человек. И по моему мнению, это очень, 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 очень сомнительная модель поведения, сомнительная модель поведения в плане восприятия вас как, ну, например, как достойного, серьезного мужчину. Понимаете? Какая история. Какая история. Вот. И вот, собственно, только здесь, именно в этом, всё. Да. Именно в этом всё. Чтобы вы, чтобы вы определили причину, по которой вы верите другой девочке, да, ну, другому человеку, а не себе относительно возможности справиться с проблемами и относительно действий с этими проблемами самыми. Вот. Вот. Это, опять же, вы понимаете, да, по меньшей мере странно, ну, такая вот позиция ваша. Вот. То есть, получается, что девочка, она как бы тащила на себе эти самые отношения. Вот. Ну, то есть, финансово-то, понятное дело, что вы обеспечили, да, а вот именно с точки зрения морального, с точки зрения духовной, она, значит, была опорой. Вот. Вот. И для неё это, ну, вполне вероятно, было очень тяжело. Вот. Очень напряжно. Она, возможно, в какой-то момент перестала чувствовать себя женщиной вообще. С вами. Вот. А я вас не обвиняю, опять же, я просто хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Далее. Я ей верил, в начале сентября она собрала вещи и переехала в общежитие. Почему? Какой, кстати? Непонятно. Мы общались хорошо, помирились, значит, была ссора, но при этом вы пишите, что вы не ругались. Здесь есть противоречие. Вот. Всё стало налаживаться. Опять, что именно? Стало налаживать, непонятно, какую именно вы роль сыграли. В том же, что стала налаживаться всё, какую она роль сыграла, в том же, что стало все налаживаться, непонятно. Затем она резко изменилась, стала грубой и не хотелось она общаться. Вы знаете, не очень понятно, опять же, не очень понятно. Получается, вы два раза расставались? Я принял это, пишите вы, но хотел быть с ней вместе. Зачем? Через какое-то время мы вновь стали общаться, налаживали отношения, я вот наладил её, и она перестала с другим. Ну, если вы не общались с ней, если она не хотела с вами общаться, вы вообще какое имеете право, как бы, предъявлять ей это? Точно она вам изменила, если вы были не вместе. Просто подумайте, какое вы имеете право? У вас же обидно, потому что вы ожидали, что несмотря на то, что вы перестали общаться, она всё равно должна была хранить вам верность. Обида-то из-за этого возникает. А с какой стати она должна была хранить вам верность? Понимаете? Что вас самого останавливает от того, чтобы думать по-другому? Что именно? Вот что меня интересует в этом конкретном случае, в этом конкретном моменте. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому я думаю, что вот здесь нужно обязательно учитывать этот аспект. Вот. Опять же здесь либо ваша неуверенность и нежелание, чтобы вас сравнивали с кем-то. Вот. Либо это, собственно, вот позиция такая, что секс есть что-то очень грязное и, собственно, уважающие себя девушки не должны им заниматься. Вот. Значит, по глупости и от обиды на меня. А от обиды на вас за что? Непонятно. Был это один раз, сейчас мы вновь вместе, но мне на дочь всё очень плохо от той мысли, что с ней кто-то прикасался, кроме меня. Ну вот, я об этом говорил. Очень больно. Ну вот, раскройте свою боль. Раскройте свою боль. Просто раскройте её. Что это за боль? Что это за чувство? Ага. Что это за эмоция? Что это за ощущение? Вот. Что это такое? На что оно направлено? Раз это боль ваша, да, ну то есть вы чувствуете боль, значит, соответственно, и, как бы, есть эта боль только в вашей реальности. Так почему девушка должна нести ответственность за вашу боль? Она изменила вам не в отношениях, она в это время была не с вами. Формально всё в порядке. То, что вы переживаете, это как раз таки говорит о том, что у вас есть некие субъективные причины считать это чем-то плохим. Вот что-то вам больно, это очень хорошо. Боль, боль даст вам возможность понять, что с вами происходит. Боль даст вам возможность понять, на что нужно обратить внимание, в чём вы уязвимы, что вы делаете не так, что не так в вашем восприятии, никакое восприятие, что из вашего восприятия, например, девушки или отношений или себя является неправильным, не жизнеспособным, ложным и так далее. Вот, с такой позиции вам нужно смотреть на эту ситуацию. То есть, раскройте боль, позвольте ей раскрыться, позвольте ей идти, посмотрите, куда она приведёт вас в эту боль, что это означает для вас. Что это означает для вас, для вас, именно, что она значит. Вот с этим уже и можно будет работать. Вот. Дальше, значит, так. Вы пишите, что я сказал, что не нужно время, чтобы простить, она раскаилась, говорит, что любит, всё в остальном плане стало хорошо. Вот моя обида так и не прошла, я её хочу простить, я это очень хочу, но вот, при конца, неприятно, как простить. Ну, во-первых, ответить себе на вопрос, что такое любовь, по вашему мнению. Иными словами, что вы понимаете под любовью? Если вы говорите, что вы её любите, то вы понимаете под любовью. Что вам хочется для девушки и как это, то, что вы хотите для девушки, коррелируется, совмещается с тем, что, собственно говоря, вы не можете её простить. Ведь любовь, она всё-таки подразумевает немножечко другое. Согласны? Теперь, по поводу советов. Психологи не дают советам, психологи работают непосредственно с проблемами клиентов. И советы, я полагаю, вам могут дать ваши близкие, родные и друзья. Вы пишите, что я не могу нажать её уважать снова, я ей гордился, потому что она, например, не нашла, получила ночь в спину, когда не знала близкого человека такого. Ну, здесь я больше склоняюсь к тому, что вы считаете секс чем-то грязным. Я также склоняюсь к тому, что вы через чур много вкладывали в неё своего собственного значения, своих собственных желаний, то есть у вас размыты границы и есть элементы слияния. То есть нет чёткого ограничения, где вы, а где она. Вот. Ну, если касается того, что вы не знали от близкого человека, да, то об этом, в принципе, уже сказала моя коллега. Хорошо, что вы в тот момент не были вместе и... значит, значит. Поэтому я полагаю, что ожидать от неё нужно было всего. Вот. Ну и, собственно, вот так вот можно вам и ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!